Премьер-министр Армении Никол Пашинян, давно известный своими эпатажными высказываниями, которые ему или его команде, впоследствии приходится опровергать, на днях выступил с громким заявлением. По словам Пашиняна, Армения приобрела беспрецедентное количество вооружений с мая 2018 года. Эти слова армянский премьер произносил и раньше, а вот продолжение, удивило. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство закрыло позорную страницу оружия 80-х годов. Оказывается, Армения перевооружила армию, а приобретенное вооружение либо производство 2019 года, или ранее неиспользованное. Но возможно ли за два года полностью перевооружить армию? Кроме того, в государственном бюджете, по словам Пашиняна, в предыдущие два года Министерству обороны Армении выделялись примерно по 600 миллионов долларов, в текущем, 2020 году, 640 миллионов долларов. Суммы, хоть и значительные для бюджета Армении, но не впечатляющие. По данным Пашиняна, с мая 2018 года Армения приобрела беспрецедентное количество вооружений. Это многофункциональные истребители Су-30СМ, системы ПВО, ТОР и ОСА. Вооруженные силы пополнились артиллерийскими средствами, зенитными установками, стрелковым оружием, боеприпасами, а также 310-ю единицами автомобильной техники. Кроме того, были проведены испытания различных образцов вооружений. Но все это не тянет на полное перевооружение и отказ от оружия 80-х годов. Не так давно Никол Пашинян заявлял, что Армения по уровню ВВП обогнала Азербайджан. Это оказалось неправдой, и армянскому премьеру пришлось оправдываться, мол, в Ереване планируют в будущем обогнать Азербайджан. Информация к размышлению. Ситуацию прокомментировал профессор Академии военных наук Российской Федерации, известный российско-белорусский, военно-политический аналитик Александр Тиханский. Такая мощная военная держава, как Россия только к 2021 году планирует обновить военный арсенал на 70%. И работа в этом направлении шла многие годы. А Армения перевооружилась за два года. Давайте просто посмеемся. Других комментариев по этому поводу нет, это действительно смешно. Взять хотя бы стрелковое оружие. Оно с 60-х-70-х годов прошлого века. А по авиации, артиллерии? 70-е и 80-е годы. Я хочу напомнить, что во времена СССР, это направление в Армении, было не приоритетным, не стратегическим. Размер военного бюджета Армении, примерно 600 миллионов долларов, за два года 1 миллиард 200 тысяч долларов. За такие средства невозможно полностью перевооружить армию, даже такой небольшой страны, как Армения. Современный истребитель обходится, как минимум, в 50 миллионов долларов. А есть и другая техника, очень дорогие зенитно-ракетные комплексы. Да, есть новые приобретения у армянской армии, но, в целом, они очень сильно приукрашивают действительность. Это игра на внутреннюю аудиторию. Для своего электората, может и для внешней аудитории. Но это чистой воды популизм, не имеющий ничего общего с действительностью.